Проекции тоже равноведны прямоугольник-треугольник, но другого размера. То есть, чтобы площадь на самом деле сократилась. Как вы считаете, может проекции равноведного прямоугольного треугольника быть тоже равноведным треугольником, но при этом чтобы он был в другом размере. Обозначить его сторону за единицу. Можно считать, что длина единицы, да. Это треугольник, который получился в проекте. Теперь рассмотрим здесь, где мы, тем пунктикулярную плоскость, в которой лежит этот треугольник. Да. Можно считать на самом деле, когда я про некоторую вещь и артиканально проецирую на плоскость, что одна точка этого предмета на самом деле лежит в этой плоскости. Конечно. Потому что можно сдвинуть параллельно. Да. Перенести параллельно. Пусть будет так. Да. Потому что я могу сдвинуть. Знаешь, подрезки? Это А, а это В. Да. Можно. Они могут быть отрицательные, положительные, как хотят. И теперь люди понимают, что я единицы. Да. Хорошо. А мне надо показать, что существуют. Такие А и В. А и В. А что треугольник? Нет. Надо же писать его длинные и сразу писать уравнение, которое нам нужно. Мы где хотим, чтобы получился прямой угол? Вот здесь. Угол А. Нет. Это неинтересно. Дело в том, что если мы хотим в точке А, то наверняка, если хочешь прямой угол в точке А, то АВ должно равняться АС. А из этого получится, что А равно В. Точнее, А равно плюс-минус В. Да. И что хорошего? Посмотрите. АС. 1 плюс 1 раз. Да, конечно. АВ. Если мы хотим, чтобы АС равнялась АВ, то мы получаем, что А равно плюс-минус В. И в таком случае, если мы хотим, чтобы ВС было в корень из двух раз больше, то мы вынуждены будем потребовать А равно плюс-минус В. Если А равно В, то у нас точно вообще ничего не получится, кроме как А равно нулю. Значит, надо взять А равно минус В, чтобы было что-то интересное. И пиши уже уравнение. Корень из двух умножить на корень из 1 плюс А квадрат равняется корень из 2 плюс 4А квадрат. Давайте все в квадрат возведем. Получится 2 плюс 2А квадрат равно 2 плюс 4А квадрат. А равно нулю. У нас ничего не получилось. В том-то и идея, что прямой угол должен быть не в точке А, а в точке С. Позвольте. Продолжение следует...